Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Есть ещё один интересный комментарий. Читать? Конечно. Готова? Давай. Вы писали, что создаёте реальность. Значит, вы Бог-творец, Бог-созидатель. Зачем создавать реальность, в которой есть религия, психология с ложью, война с убийствами? Создайте то, что вы хотите. Вы же это умеете, можете, возьмите на себя ответственность. Создайте тот мир, в котором есть кайф, радость, счастье, наслаждение. Неважно, какой это город, какая страна. Важно с благодарностью принять опыт и кайфовать от созданной счастливой жизни. Вспомните, как это делали раньше. Такое, знаешь, подковыристый. Такое прям впечатать, да? А потом просто, а мы вас распянем на кресте, вобьем в иконы и будем молиться, поклоняться. На самом деле, вот такой пост может написать человек, который может входить в какое-то близкое окружение и который обязательно предаст. То есть, вот это из тех людей, как в религии, за 30 сребреников. Просто это травма предательства и подлость проработки в роду будет у человека. Но, на самом деле, сейчас не об этом речь. Речь о том, что нельзя весь мир изменить мгновенно. Нельзя вылечить заболевания мгновенно. Мы росли в той же среде, в какой растете вы и многие люди, которые живут, и пока существует у нас еще тоже, существует объективная реальность. Пускай она уже рушится, постоянно рушится, но она еще и есть. И вырасти мгновенно не получится. Это путь сознания. Сознание двигается, оно не может стоять. И надо движение, надо развитие. Все делается постепенно. За 5 лет, вот если даже первую книжку нашу взять на отсознание, у нас Бог еще был вынесен. Мы даже не говорили о создании, но мы радовались тем успехам, и мы искали объяснения на основании той информации, что была в эзотерике, в психологии, в науке, где угодно. Но по мере, как мы меняли свое восприятие, по мере, как мы развивались, мы видели ложь, подмены, вторичные выгоды. Мы разложили огромный спектр тех моментов, которые приняты в обществе, считаются научными или привычными, эзотерическими. Или мы разложили с обратной стороны. Мы пришли к восприятию Создателя, и мы думали, что оно последнее. Оказалось, нет, есть еще тело. Более того, там есть еще глубинная подоснова. Единое тело, единое сознание и так далее. И это все управление восприятием. Вот с какого восприятия ты осознаешь себя, с того восприятия ты можешь создавать. Мы развивались. И вот такие вот броски нам в спину были постоянно, на самом деле. Это ерунда. Но я к чему говорю? К тому, что вы никогда не сожрете разом торт целиком. Вы выможете морду, но вы его не съедите. Вы будете резать по кусочку, жевать, глотать, переваривать, а потом ходить в туалет. И так кусочек за кусочком. Вот ровно такую же работу мы проделывали, когда развивались. И теперь мы ее проделываем в обратную сторону. Точно так же, осваивая сознание и восприятие создателя, мы уже очень много чего насоздавали. Мы очень много где вклинились сознанием. Есть вещи, которые вы можете наблюдать по здоровью людей, по здоровью детей, по тому, как меняется жизнь человека после того, как мы обратили на эту жизнь внимание. И если вы думаете, что земной шар так «пум» и он станет квадратным, этого не будет. Точно так же, как не будет «пум» и мгновенного исцеления. Это не предусмотрено нашим сознанием. Оно не дискретно. И оно не может быть дискретным. Оно течет. И все процессы, происходящие в нашей психике, волновые. И никуда от этого не деться. И когда ты создаешь, ты опираешься на то, кто ты есть. А ты есть сознание, создающее. И это сознание постоянно течет. Значит, все процессы изменения, расширения и так далее будут волновые, постепенные, растянутые во времени. Иначе игры не будет. Сна не будет. И для того, чтобы создать что-то новое, вы не создадите «альфа-центавру, я перемещусь туда». Нет, так не будет. Вы начинаете постепенно, 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 постепенно и менять. Тот же пример с аутизмом. Пять лет назад заболевание без выхода. Сегодня другая картинка. И точно так же по любому пункту, по которому мы говорили. Сегодня уже нашими словами об искренности и счастье говорят. Не только психологи, замечу. Но и политики, и экономисты, и успешные богатые люди, и неуспешные бедные люди. На все слои сознания проникают. Это не значит, что они нас смотрели. Это значит, что работает правило сотообезьяны. Уже потекла информация, потому что есть единое сознание, есть единое «я». И вот это единое «я» где-то начало просыпаться и где-то начало управлять своим восприятием. Вот это единое «я». И вот в этих восприятиях мы сейчас тренируемся пребывать. Тренируемся их достигать. И вот такие вот вбросы в спину – ну, бросайте, если вам это нравится. Значит, у нас еще не до конца проработана травма предательства, наверное. Хотя то, что мы можем видеть и спокойно вот на эту тему разъяснять – это уже большой плюс. Ну, на самом деле, просто очевидно, когда человек задает такой вопрос, очевидно, в чем сидит человек. Очевидно, какая жизнь у человека. То есть это уже видно, когда вот с этого восприятия сознания, оно сразу ты можешь описать человеческую жизнь. Вот потому что это сон, потому что это та игра, которая уже проиграна многократно и ни одной жизнью. И поэтому оно уже автоматическое стало. И поэтому ты просто сразу понимаешь, о чем это человеку и вообще для чего человеку, и где выход у человека. Ты сразу видишь все, где вход. Но да, этот объем вот этому человеку, который написал, да, этот объем знаний – это будет как стартом. Он просто не сможет откусить кусочка даже. Он утонет в нем сразу и задохнется. Так вот я, когда смотрю сейчас в зеркало, да, я в глубине своей где-то понимаю, какую глупость мы совершили, когда мы издавали книги целиком. Я понимаю, я понимаю, что это была наша ошибка. Эту ошибку надо исправить. И исправить быстро, я думаю, года за два ее надо исправить. Объясню почему. Потому что действительно дали весь торт. Вот смотри, в нашей практике были случаи, и это были неоднократные случаи, когда, например, человек болен онкологией. Вот онкология очень показательна была, и просто ее было много в нашей работе. Вот человек болен онкологией. Человеку говоришь, не делай операцию, не надо. Человек верит медицине, человек идет, делает, наступает на грабли, узнает плохо, да, неправильно, диагноз не то было, не то сделали, там и так далее, и так далее. Даже если и то сделали. Почему? Вот человек говорит, у меня будет ремиссия, там и так далее, я поправлюсь. Проходит полгода, и у человека метастазы. У человека возобновление онкологии. Почему возобновление онкологии? Потому что подсознание через болезнь, через боль требует изменись. Если ты не изменишься, будет продолжение игры. И человек тупо не меняется. Тупо не меняется. Более того, вот доходило до парадокса. Человеку говоришь, вот смотри, у тебя сейчас есть возможность сделать это и это, и тогда у тебя будут дети. И тогда у тебя будет другая счастливая жизнь. И тогда, вы думаете, человек что-нибудь сделал? Человек, о, мне предсказывали, что у меня будут дети. Тебе не предсказывали, тебе говорили, изменись. Между человеком, который здоров, и человеком, который страдает от какой-то боли, без разницы какой боли, есть дельта, есть разница. Это разные люди. Человек страдающий и человек здоровый. Так вот, из человека страдающего в человека здорового есть путь, который он проделает, как Моресьев. Повесть о настоящем человеке Бориса Полевого. Можете почитать. Он ползет, он меняется, он проявляется, он проявляется, как фотография проявляется, когда вы ее, старый формат, да, нет, на компьютере хлопаю, она появилась цифровая. Цифрового нету у нас в сознании. У нас в сознании все аналоговое. И там медленное проявление в химикатах фотографий. И тогда, когда человек проявляется, он выздоравливает. Даже насморк у вас не выключается мгновенно. Раздражение, сыпь, аллергия у вас не выключается мгновенно. Нету того заболевания. Даже зуд в вашей заднице не выключается мгновенно. Все уходит постепенно по мере очищения сознания. Может, только быстрее или короче? Чуть быстрее, чуть медленнее. Но важно, в какую сторону идет процесс. У кого-то этот процесс идет в усугубление и в ухудшение состояния. А у кого-то этот процесс идет в выход, в выздоровление. Так вот, выздоровление идет тогда, когда идет развитие, когда идет гармонизация подсознания и надсознания. Когда человек в реальности и в глубинах своего подсознания, вот это я единое, которое расслоилось в отражении, оно хочет одного и того же. Когда нету там дисгармонии. Тогда идет процесс выздоровления. И это все идет через осознание той информации, которая проживается. Потому что в процессе движения сознания информация постоянно меняется. Она не может стоять на месте. И здесь нету опять-таки дискретности. Поэтому, когда я сейчас смотрю на свой пройденный путь за эти пять лет, а мы приближаемся к пятилетию инфодайвинга, я понимаю, что мы выдали очень много полезной информации. Мы выдали весь наш путь. Но это был наш путь. Мы изменились и мы прошли его так. У тех, кто идет параллельно, или за, или впереди, неважно. У них будет свой путь. И вот этот путь человек будет проделывать сам. Это правильно. И ему так или иначе придется проснуться, осознать и измениться. И здесь не будет волшебной палочки вот так. И здесь не будет волшебной палочки, я спасу весь мир. Как только, это будем точно не мы, кто-то скажет, я спаситель всего человечества. Я создам всю реальность, такую, чтобы всем было в ней кайфово. Знаете, что с ним сделают? Уже такой опыт был. Его разокнут. Его разокнут, потому что все равно будут недовольные. Подтверждение моих слов. Египет. Знакомые всем места. Можете взять Турцию. Но Египет очень наглядно показывает. Вот человек выезжает из глубинки. Белоруссия, Россия, Европа, неважно откуда, просто наблюдали эти. Вот эти пять звезд. Вот человек приезжает, хороший номер, хорошее питание, хорошие пляжи. Вы видели довольных людей, которые приехали из грязи в князь? А я не видел. Более того, многие из них еще и бухали и вели себя как свиньи, предъявляя претензии персоналу. Но ты же даже дома не имел таких же душевых кабин. Тебе дома никто не меняет постельное белье ежедневно. Тебе дома нету 50 блюд на выбор. Но при этом у тебя есть претензия. Так вот точно так же, как только вы захотите создать всеобщий рай, вы будете распяты. А почему? Потому что вы не осознаете, что вы уже в раю, что уже этот мир спасен, что уже каждый имеет ту гармонию, на которую способно его сознание. И если для червяка гармонией является почва, то для птицы гармонией является небо. Для орла это горы. Для коровы это стойло. Определитесь, что будет гармонией для вас. И не надо спасать весь мир. И не надо кричать. Возьмите на себя ответственность. Я сейчас, знаете, как во время Великой Отечественной войны, вот так выпихивали и говорили, ты сейчас создашь реальность, я назначаю тебя. Ты будешь герой. Да, ты будешь герой. Ты возьмешь вон тот зод. Да? И сами сзади. Вот это то же самое, что делали вы вот этим постом. Не прокатит. С нами не прокатит. Но на самом деле я вернусь к тому, что ты сказала, мы ошиблись. Ошиблись. Так вот я скажу нет. Сто процентов нет. Потому что ошибки, все абсолютно ошибки, это опыт. Но мы ее будем справлять. А опыт – это знание. Так вот там, где были ошибки, там был опыт. И там, именно там, кроется самое настоящее знание. Поэтому мы не ошиблись. Это тот бриллиант, то сокровище, которое действительно… Если бы мы не ошиблись, мы бы в зеркале не видели таких сообщений. Совершенно верно. И это в зеркале, лишь подтверждение тому, это не на нашем зеркале грязь. Это лишь говорит о том, что то, что мы сделали, это ценно. Это ценно для нас. Это невероятно. Это, конечно, для нас. И только для нас. Как только мы скажем, что это ценно для всех, это то же самое, что я спасу весь мир. Так вот это нет. Это ценно для нас. И только лишь мы знаем, что мы в себе открыли. Все. А для того, чтобы знать, что вы в себе открыли, попробуйте повторить результаты нашей работы. Просто возьмите одного человека с любым заболеванием. Попробуйте поработать с ним, так, как работали мы. Попробуйте вывести его в те же самые результаты. Попробуйте сделать так, чтобы. Чтобы, чтобы, чтобы. Просто мы находимся на своем месте. Будьте и вы на своем месте. И если каждый будет на своем месте, в своем интересе, поверьте, вот это и будет то самое исцеление, которого нет, а оно есть. Точно так же, как можно исцелиться, проснувшись утром, после вчерашнего дня. Это что, о чем это? Это когда человек умирает и рождается заново. Это новый шанс. Либо как еще можно обнулить всю цивилизацию. Но это же ведь неразумно. Когда, как говорят, погибла цивилизация, и все началось заново. А, кстати, про инопланетян. Помнишь тот подкаст? А я увидела потом в новостях, что там есть одна программа уже, которая сворачивается. Уже деньги туда не пойдут. Финансирование перекрыто. Это перекрылось буквально. Одно внимание уделенное, а эту программу уже перекрыли финансирование. И это всего лишь в нашей реальности. А у вашей? Продолжение следует...